Эй, всем привет! С вами Дмитрий, это канал Кода ТВ, и сегодня я поговорю с вами о новом острове Инозума, который появится, по моему предположению, в патче 1.7. Обсудим с вами сейчас всю имеющую информацию, а также обсудим концепт-арты, которые появились недавно в превью 1.6, которое было в виде от разработчиков. Вот, первый скрин это остров на руками, он был показан в первой серии концепт-артов. Затем остров Ешиори со змеиным черепом и разбросанными костями. Далее идет у нас Сырай Диму, можно распознать по парящему в небе куску камня. Теншаку находится в столите Инозуме, вероятно это резиденция Архонта или что-то вроде того. Также обратите внимание на ворота, которые называются Таори. Они просто крошечные, кажется, по сравнению со всей вообще местностью. Они просто реально ворота, прям прям мини-мини-мини. И светилище на руками, предположительно находится на вершине горы. Теперь мы разберем именно все факты, которые у нас есть на данный момент по поводу нового островка. Во-первых, Инозума является одним из семи королевств Тейвата. Как и в других королевствах, в Анштадте и в Лие жители Инозумы поклоняются своему Архонту, Сёгану Рейден Бал. Электроархонту. Поэтому в Инозуме большинство будущих секретов и заданий будет связано с электроэлементом. Использование глаза бога в Инозуме, мягко говоря, не приветствуется из-за закона, изданного Архонтом. Однако для главного героя всё равно будут доступны навыки электроэлементом, как бы было с аниме и с геоэлементами. Это связано с тем, что главному герою не требуется глаз бога для использования элементов. Инозума – это аналог Японии в игре. Как и регион Манштадт, который вдохновлён Германией, и регион Лие, который вдохновлён Гонконгом, у Инозумы есть своя страна – Япония. Инозуме также и Япония является островным государством. Попасть на эти острова можно будет по воде, выплав из порта в Лие. Также само название региона Инозумы является японским словом и переводится как «молния». В Инозуме есть своя управляющая организация. В Манштадте игроки познакомились с первой фракцией в игре Орду Фавониос и даже стали её почётным рыцарем. В Лие управление государством вставляется другая организация – группировка Цисин. И в Инозуме тоже есть своя группировка Бакуфу и Инозуму. Лидером этой группировки является Баал. В каких отношениях будет находиться главный геройственной организации, пока остаётся загадкой. Инозума – закрытое государство. В Гаване Лие можно повстречать девушку Ацука, которая была жительницей Инозумы. У неё можно получить некоторые сведения об этом электрорегионе. Так, например, Ацука сообщает, что в Инозуме напряжённая обстановка покинуть данную страну очень сложно и приходится множество проверок. Самой Ацуке удалось сбежать с острова, соорудив свой плод. Напряжённость обстановки Инозумы связана с законом, который издал Баал. Этот закон приказ гласит, что всем, кто обладает глазом бога, необходимо отдать его в группировку Бакуфу и Инозуму. Впоследствии все глаза бога будут выставлены в статую тысячерукого стоглазого божества. Выговорил. У Фатуи есть своё дипломатическое представительство в Инозуме. Хоть Инозума и является закрытым государством, члены организации Фатуи могут беспрепятственно посещать и пикедать эту страну. Видимо, у Фатуи есть особый дипломатический иммунитет, который распространяется на все королевства Таевата. Ну и, наконец-то, Аяка. Новый персонаж из Инозумы. На данный момент, кроме NPC Ацука и Архонтом Баал нам известен ещё один персонаж, связанный с Инозумой. Это персонаж Аяка, который будет играбельным персонажем и станет доступным после соответствующего обновления. Аяка будет акционным пятисвёздочным персонажем. Аяка будет обладать элементом Криво и использовать меч в качестве оружия. Но это пока в представлении о том, как бы мы в предположении, что мы имеем на данный момент. В принципе, эта информация довольно исчерпящая, но и она, не скажем, что она довольно маленькая. Она, в принципе, вполне себе уже немножко нам раскрывает новый сюжет. Новых героев имеет какое-то представление о нашем новом острове. Вот, плюс эти концепт-арты. И всё-всё-всё-всё это делается прямо сейчас. И, скорее всего, я поэтому предполагаю, что в 1.7 в патче появится сразу и Аяка в виде баннера, и, соответственно, остров Инозума. Ребята, на этом я буду заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не пропускайте новые серии. А для этого нужно нажать на колокольчик. Всё, всем спасибо. Пока-пока и до новых встреч.